Живой поэт огромной силы. Эти слова адресованы творчеству народного поэта Дагестана Сулеймана Стальского. Мероприятие состоялось в рамках его 155-летия. Провели и организовали встречу в Государственной национальной библиотеке имени Халимат Байрамуковой. Гостям рассказали о жизни и творчестве Сулеймана Стальского. Подробности у Альбины Ламковой. Соловей – одно из самых популярных стихотворений народного поэта Дагестана Сулеймана Стальского. Его творчество считается главным литературным отражением народной жизни кавказских народов на рубеже 19-20 веков. Является основоположником поэзии на лизгинском языке. Показывает, как доброта души и искренность помогают даже самому скромному человеку обрести признание, коснуться своим творчеством сердец самых разных людей. Но свою поэтическую деятельность Сулейман Стальский начал со стихов на азербайджанском языке. Надо сказать, что творческий вечер поэта прошел в сотрудничестве с представительством правительства Республики Дагестан. Приняли участие в мероприятии представители творческой интеллигенции республики. Сулейман Стальский использует в своем стихосложении необычную подачу, говорят те, кто знакомится с его творчеством. Очень интересное стихосложение. Я не знаю, с чем это связано. То ли это с переводчиками связано, то ли с тем, что он так писал. Мы подобрали, конечно, стихи, но было бы просто интересно, что у него каждый раз упоминают Сулейман Стальский. Или вот вы уже говорили, что у него строчки повторяются интересно. Работники библиотеки предоставили всем уникальную возможность послушать аудиозапись выступления Сулеймана Стальского на первом всесоюзном съезде писателей. Он состоялся в 1934 году. На творческий вечер народного поэта Дагестана Сулеймана Стальского была приглашена и молодёжь. Интересно было слушать его родной язык. Лизгинский. Декларировала его Элина Вагидова. Стихотворение, серьёзный его смысл, заложен уже в названии. Без дела не разговаривай. Сулейман Стальский был поэтом от Бога. Горячо любил родной Дагестан, страстно откликался на все события, происходящие на его родине. Поэзия Стальского современная и звучит актуальной в наши дни. Его мудрые жизненные прозорливые стихи будут звучать к месту и в наше время. Изначально по российскому паспорту Сулейман Стальский носил фамилию Гасанбеков. Но во всех своих произведениях вместо официальной фамилии использовал название своего лизгинского рода Сихила Стал. Творческий вечер народного поэта Дагестана прошёл на одном дыхании, подарив участникам восторженное настроение и вдохновение. На встрече была возможность не только познакомиться с творчеством Сулеймана Стальского, но и проникнуться в культуру Дагестана. Альбина Ламкова, Лев Молхожев, Вести, Корчаево, Чекисия.